Небесный почтальон Федя Булкин Александра Николаенко Слышу Федин голос живой, слышу бабушкин, слышу папин. Не знала, что, когда начну редактировать эту повесть. Она вернёт мне свет, радость и надежду. Папе от Саши. Часть первая. Помнишь, бабушка, когда я маленьким был? Это когда ж такое было, Феденька? Ничего не помнит бабушка, память у неё девичья. Вчера бабушка. Ага. Бабушка, что Федя? Расстроишься ты, если я умру. Очень расстроюсь, Феденька. Так и думал я. Бабушка. Что, Феденька? Нужно тогда, чтобы ты первая умерла, а я за тобой. Ладно, Феденька. Только не завтра умирай ты, бабушка. Хорошо. И не послезавтра умирай, бабушка. Хорошо, Феденька. И послезавтра тоже не умирай. А когда же умирать мне, Феденька? Когда я скажу. Так и договорились мы с бабушкой, что умрёт она до меня, но только с моего разрешения. Из тетради Фединой о небесных геологах. Поехали, мама с папой моей, строить город небесный, сказала бабушка. Командировка ясное дело. Мама с папой моей геологи. Без геологов строительство никуда. Осваивает советский народ новые территории. А какие? Если делаем мы с бабушкой в сердце Родины нашей, Москве, утреннюю гимнастику. В Петропавловске на Камчатке полночь. В прошлый раз папа с мамой и бам ездить, строить, прокладывать магистраль Байкала-Мурскую. Долго строили? Долго. Вернулись, а я уже вот посюда. Даже и не узнали меня. Мама ахнула, а папа сказал. Ну, брат, не узнать тебя, как подменили. Очень испугался я. Вдруг и правда бабушка, пока их не было, меня подменила. Тогда вернулись они. Я еще вот посюда был. А теперь вернутся они. Я уже вот посюда. Глобус кручу. Хочу найти. Город этот небесный. Только очень мелко на глобусе города пишется. Прямо блохи. А читать я уже научился. Вернутся папа с мамой моей. Так и ахнут. Да, бабушка? Что, Филинг? Это так я, бабушка, ничего. Нельзя хвастаться, Федя, делами хорошими, украшает бабушка. Скажешь слух, и оно убогое за хорошее уже не считается. А зачем совершать хорошее, если о нем не гугу? Плохие дела нужно тайно делать, считаю. Разбил чашку, замети потихоньку в совочек. Если бабушка как бабахнулась, сослепую не услышала, выкини по-хорошему, быстренько, чтобы ее не расстраивать. Потому что расстраивать бабушку тоже плохо. Папа так и сказал, когда уезжали. Веди себя хорошо, не расстраивай бабушку. Ты один, пока мне нет за мужчину. За мужчин за всех я один, понимаете? А бабушка хоть и старая, а все равно тоже женщина. Из-за чашки разбитой знаете как расстроиться? Да же, бабушка? А? Вот если бы, например, я, бабушка, разбил бы чашку какую-то, ты бы расстроилась? Господи помилуй, какую? Я, к примеру, сказал это бабушка. Сами видеть. Так что о хорошем нужно рассказывать. Иначе никогда не заметит бабушка, что я посуду помыл. У ней память девичья. Так и будет думать до смерти самой, что это она сама ее вымыла. А плохое в совочек. Вот и выйдет одновременно два дела. Хорошее и плохое. И оба за компанию не рассказывать. Потому что плохое дело, что чашку разбил. Потянуло с собой хорошее, что бабушка не расстроилась. У нее этих чашек знаете? Войско. Целая чайгональная армия. Бей и бей потихонечку партизанам. Бабушка. Что, Феденька? А давай я, бабушка, тебе мусор выкину. Выкини, пожалуйста, Феденька. Вот и третье дело хорошее. Где одно хорошее, там другое. Как грибы в лесу. Как троллейбусы шестьдесят первые. Где один троллейбус шестьдесят первый пришел, там и следующий вереницей. Потеряться, наверное, бояться бабушка. Кто? Троллейбусы. Юморист. Ко всему относиться нужно с юмором, бабушка. Мамочки мои, страсть господня. Таракан! Четыре вышло. Уже дело моих в хорошие. Я для Бога, хотя и нет его, это точно. Все же за жизнь составил бы список. На всякий случай, вдруг есть. Два столбика. Дела хорошие, плохие дела. У Бога нас много, сказала бабушка. Занятой человек. Я и сам уже писать научился. Часть первая. Дела хорошие. Первое. Что бабушка из-за чашки, что брякнулась, не расстроилась. Второе. Что мусор я выкинул. Третье. Что не сказал, что выкинул мусор бабушке, потому что я сперва предложил его выкинуть. Потом уже выкинул, чтобы не думала опять она, что сама. Четвертое. И еще, чтобы выкидывая сама, не заметила черепки. Четыре уже хороших дела. Говорю же, добрые дела, как троллейбусы, чередой. Где же все-таки город этот небесный на глобусе? Евразия, Азия, Африка. Наверное, большой должен быть, чтобы все, кто строит его, поехали и уместились. Голубым, наверное, тут раскрашен. И тут, и тут голубым. Кручу, кручу. В какую сторону папа с мамой живут, если по всему глобусу лужи, лужи? Где тут папа с мамой мои? Все, что на глобусе, Федь, Бог на земле рисовал. Моря, острова. Вот тут мы с тобой живем. Москва, написано, видишь? Вот тут в городе Тольятти. Наша тетя Оля, Григорий Михайлович, Женечка. Здесь вот мы с тобой были. Море черное, помнишь? Город Анапа. А град небесный на небе, не на земле. На самолете лететь? Самолеты Федь ниже летают. Не зря я космонавтом, как Юрий Гагарин, стать собираюсь. Он, как оказывается, высоко град строит. Есть ли самолетов выше? На ракете? На ракете вырастешь и на Луну полетишь. А город небесный еще и Луны повыше. Очень уж высоко. Но не очень. Зря уверена бабушка, что без Божьей помощи не добраться. Без Божьей помощи, Федь, и каши не сваришь. Да зачем она вообще людям, бабушка, твоя каша? До каких высот добрались строители? Землю застроили, небо перешагнули. Космос теперь осваивают. Маме с папой, конечно, некогда там. Дело важное у них, понимаю. Но как стану космонавтом, долечу до Луны, там осмотримся. И так скажу своим космонавтным товарищам. А теперь летим в город небесный товарища. К маме с папой. На какой планете, ты думаешь, бабушка, папа с мамой строят сейчас? На Юпитере или на Марсе? А карту, как в град небесный лететь? На небе, Федя, Господь нам звездочками означал. Млечный путь называется. Звездный град. От большой медведихи это направо. Вот как. План начертил, слава богу, Бог. Для тех, кто папе с мамой лететь захочет. Значит, увидимся. А то уж очень скучаю. Так иногда скучаю, что сквозь слезы в глазах сердце щиплется. В скафандре нужно лететь, да, бабушка? Без скафандра в космосе в смерть удохнешься, пока долетишь. Душе, Федя, скафандеры зачем? Покинет душа тело без всякого скафандера. Вмиг один живо долетит, если хорошо себя вести будешь. Просыпайся, Федя. В садик пора. Не пойду сегодня в садик я, бабушка. Это что еще за новости, Федя? У меня душа далеко. Это где же она, Феденька? Петропавловский, бабушка. На Камчатке. И все-таки уж очень соскучился я. Даже фотография не всегда помогает. Ясно, конечно, что по фотографии этой, что хорошо, папе с мамой в граде небесном живется, строится. Вон они как с дружкой стоят, обнявшись, в стекло улыбаются. Только кому-то там без меня может быть хорошо, а мне каково? Бабушка, что, Федя? Ты бы что за то, чтобы папа с мамой моей вернулись к нам отдала? Все отдала бы, Федя. И меня? Тебя никому не отдала бы я. Что ты, Феденька? Я бы тоже, прежде чем отдать тебя, бабушка, передумал. Бабушка. А, что, Федь? Есть в граде небесном граница? Есть. Горизонт называется. Это там, где небо с морем полосой сходится. Воображаемая линия. Папа мне объяснял. Потому что нигде на самом деле не сходится море с небом. Никакая невоображаемая она. Недостижимая. Плыли мы с бабушкой раз по морю черному на трамвае прогулочном. Почему без рельсов трамвай этот, бабушка? Как он плавает? Он по компасу. Компас знаю. Мне папа показывал. Он всегда в одну сторону тыкает. Ты плывем. Только как не плывет трамвай, все дальше и дальше бога граница. Горизонтальная линия. Вроде и прочерченная лучом по воде. А даже облака вдоль летают. За границу эту солнце садится. Из-за границы с обратной стороны встает. Вот заграничное солнце-то то на той стороне, то на этой. Как ты думаешь, бабушка, противно солнцу смотреть после нас на капиталистов с буржуями? Солнце, Федя, смотрит, чтоб всем тепло, всем светло, чтоб день настал, чтоб ночь пришла, чтоб зима на лето сменилась. А я думаю, бабушка, что противно. Соленая из глаз вода, когда зареву. Соленая в море. А море огромное, полосой, где солнце садится, напополам с небом делится. Почему, бабушка, в море вода соленая? Селедок солить? Или столько людей наплакали? Селедок солить. А если лосось в томате? А это, Федя, в другом море лососей солят. Томатное, значит, море есть. Пряного посола. Ожидал я увидеть море черное, как написано. А оно синее. Синее и соленое. Пить нельзя. Селедки зато с кильками сами в нем солятся. Ловят потом. Рыбаки селедок с кильками все эти готовыми. В магазины везут. Ловко устроено. Только лежишь, лежишь, загораешь. И пить так захочется. Денег тратить на лимонад приходится. Жалко было в море, что ли, погу лимонаду налить? Лимонадное море. Есть озеро такое, Байкал. Из озера этого, значит, газированный напиток Байкал наливают. Невкусный. Сок березовый из березы в большие пыльные банки. А в белом море молоко, наверное. Или снег. Молочное море, снежное. Только с черным морем ошибся бог. В нем чернила должны быть или нефть, какую папа мой везде ищет. А он в нем селедок солит. Очень странно это все, как в книге Чуковского, где баранками море синее тушат. Море нужно водой тушить. Тем более, что в море ее полно. А от баранок их только хуже будет. А есть синее море, бабушка? Есть красное. В честь победы социалистической революции, думаю, названо. Тоже красный. И флаг нашей Родины. Цвета крови за справедливость пролитый флаг. С серпом золотым и молотом. Только все равно очень странно мне. Море черное, цвета синего. Море белое, тем же синим на глобусе. Вот как будто не взрослый, а маленький все раскрасил. По всей земле тянется горизонт, как пояс по бабушке. Переходили люди бабушка горизонт. Или там пограничники, овчарки с собаками. Есть у горизонта нейтральная полоса. Хорошее дело нейтральная полоса. При нее Владимир Высоцкий, мамин любимый. Кроме папы, поэт поет. Вот наступит, когда война атомная, конец света по бабушке. Нам бы с ней на эту полосу нейтральную перебраться. Бабушка, а на глобусе, где границы, горизонт, покажи. Нет такой границы на глобусе. А на полиотической карте? Вот потому что не прочертил Бог на карте политической своей границы. Ее люди многие пересекают случайно. Не шпионы и не вражеские разведчики. Они чайны. А в город небесный, думаю, документ нужен. Личность удостоверяющая, что она умерла. О смерти свидетельству у мамы с папой есть такие свидетельства. В тумбочке пожарной у бабушки лежат они. Бабушка. Что, Федя? А почему мама с папой в город небесный свои не взяли свидетельства? Какие свидетельства? С тумбочкой пожарной, что умерли. Что, забыли? Если забыли папа с мамой свои свидетельства, их тогда в город небесный строить не пустят. Вернутся, значит, они. Скорее бы уснула бабушка. Перепрятать нужно свидетельства эти мне. А еще лучше, в клочья. Можно попросить еще, когда в следующий раз поправлюсь я, нашу доктора поликлиники Валентину Андреевну, чтобы выписала мне справку. Не что болел я и выздоровел, а что болел, да и умер. Первым делом со справкой такой, я думаю, можно больше никогда в детский сад не ходить. А главным делом в город небесный со справкой есть надежда пробраться. А еще надежней, конечно, на самом деле, умереть ненадолго мне. Ну, недельку примерно. Хотя, если в город небесный, умерев на немножко попаду уже я, не сюда и возвращаться-то, наверное, больше уже не захочется. Значит, нужно перед тем, как умру, признаться бабушке, что я это, а не пуню вазу разбил. Иначе душа прилетит к вратам града. Ей скажут, чья ты душа? Я, она скажет, душа Феди Булкина. А вот ты чья, скажут тогда ей люди на пропуске. Ну, раз уж ты душа Федина, если Феде Булкина ты, так лети назад в тот день, когда вазу разбила. А то из тебя пуни тогда досталось. И переживай потом заново. Бабушка, а вот если бы тебе, как умрешь, предложили бы пожить заново, согласилась бы ты? Может быть, и согласилась бы Федь. Отчего не пожить? Пожила б. А вот я бы бабушка. Ни за что! И на всякий случай коплю еще в кошке копилки глиняный денег на билет в Град Небесный. Может, будет оказия, как в Кремль, когда мы с папой ходили в Город Небесный экскурсия, повидаться. На что копишь, Федя? На экскурсию. Куда же это? Экскурсию. В Град Небесный. Это не так копишь. А как? Делами добрыми. Ладно, я тогда посуду помою. Небесные геологи, значит, теперь папа с мамой мои. Космически. Звучит. Полетел первый человек к Земле, герой Юрий Гагарин, в космос. А за ним папа с мамой мои. Небо осваивать, проводить небесные магистрали. Небо страны Советов. Звучит. Космос страны Советов. Звучит. Хорошо еще, что первые мы додумались космос застраивать, а не Америка. У них и так Коломб открыл две Америки. Северную и Южную. Хватит с них. Смотрел я в небо космическое. И правда огромное. Ни конца, ни края не видно. Только как на нем строят папа с мамой мои? Без фундамента. Ведь не может город быть без фундамента. Все же рухнет. Бабушка. Что, Федь? Как ты думаешь, выдержит крыша у нас, если космос рухнет? Не рухнет, Федь, космос. А на чем он держится? На чем все, Федя, держится? На соплях? Из тетради Фединой про Пуню. Кошку любимую. Ну и рассмешила же нас Пуня с бабушкой. Ну рассмешила. До сих пор, как вспомню, так зареву. Пуня, Пуня, батарея пушистого отопления. Шарик в валенках, на заваленках, зверюшанка. Ты куда ее, Федь, несчастную, опять потащил, затерзал? Уж люблю ее, бабушка, уж люблю. Мочи нет на минутку расставаться. Помнишь, бабушка, как Пуня нас тогда с тобой рассмешила? Как не помнить, Федь? Помню, конечно. Как на зеркало она, помнишь, бабушка, спинку выкнула и бочком, бочком. А оттуда тоже, да, бабушка, на нее. И дышь по стеклу. И у-у-у-у. А когда она, помнишь, бабушка, вот тут разляжется и обходи, как хочешь ее, да? Перешагивай королевну. Это вот ее, бабушка, тут каготя. Весь диван на память тебя растерзала. Помнишь, как ты зовешь ее? Пуня, Пуничка, кушать поданная, кыс-кыс-кыс. А она придет, как одолжение нам с тобой огромное сделает. Так понюхает, вся поморщится, аж продрогнет. Лапкой бульк, бульк, что глаза бы наши с тобой на нее не смотрели. А ты ей, бабушка, кушай, Пуничка, рыбка свежая. А она тебе, бабушка, физ-де-физ по-французски. Женеманс, посижу. Сядет тут и хвостом себя обнимет, вот так вот, как из вояния. А ты ей, ну и иди отсюда тогда, бессовестная. Нечего тут выпендриваться, но своротить. Тоже мне, мадам, Бавари нашлась. Леди Макбет, Костромского уезда. И накроешь крышкой тарелку. И накрою, да, Феденька, ведь сами ментай-то ели. И сейчас бы я поел того твоего ментайчика, бабушка, как ты делала с лучком и подсолнечным маслицем и по картошечке в мундире. Макароны сегодня, Федь, по-флотски на ужин. Может, бабушка, шпроты откроешь все-таки, раз уж вспомнились. Шпроты, Федь, не открою и не выдумывай. Ничего я не выдумывал, сама знаешь ты, так и было. Ты вот все на черный день и на праздники экономляшь, а не праздников, бабушка, не черного дня. А вообще-то, макароны, по-флотски я, как папа, больше всяких ед уважаю. Только ты их, бабушка, сейчас слезами пересолишь. Так макароны, по-флотски, говоришь у нас. Ну, клади макароны свои, включай телевизор, я, царь-зайца, спокойной ночи смотреть принесу. Он один у нас с тобой, бабушка, неизменный. Только ты не пой, пожалуйста, больше вслух эту песню, свою противную про лучину, что ты с ней догоришь. У меня от твоих угроз даже бублик в гордон не лезет. Холодно, мороз страшущий, шарф шкоровлющий озледенел, царапается. Скажешь, бабушка, а она облачками ба-у-буш-о, даже ка-и-то-о, как баранками, говорю. О, что не скажешь. Так курю я, да, бабушка? Рот закрой, ради бога, курильщик, простудишься. Вон, как много баранок из бабушки полетело. Только ради бога молчать я не буду. О-о-о, о-о-о. Цветы прозрачные, ледяные, на окне распустились и завсюду растут. Розы, тюльпаны снежные, кружевные ветки морозные, чистого стекла семицветного. Как сквозь драгоценность смотрю, мир сказочный и блещет, вспыхивает, искрится. Только в глазах от этого блеска щиплет. И пальцем холодно. Нечеловеческая рука рисовала Федь. Человек такую красоту разве повторить сможет? Почему не сможет бабушка-человек? Плохо ты о нем думаешь. А бокалы наши в стенке чем хуже? И узоры еще красивее. И ножка, как у сосульки. И лимонад налить можно. И шампанское мамина. И не растают. Не растают, Федя, так разобьются. Субтитры создавал DimaTorzok